Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказывал о том, что позиции доллара могут в ближайшие несколько лет ослабеть, и поэтому есть смысл диверсифицировать свои инвестиции. И когда в том видео я рассказывал, я рассказывал о том, что наиболее разумным, наверное, будет сделать инвестиции в евро. И я сказал, что я расскажу в ближайшее время о ноте в евро, и вот сегодня я хочу рассказать об этой ноте. Итак, автоотзывная нота в евро. Доходность 10-11% годовых в евро. Это очень немало. Автоотзывная нота на корзину компаний в евро. Основные параметры. Купон 10-11% годовых. Сейчас уже известно 11% годовых она получилась. Условная защита от снижения цены базовых активов. Условная, об этом чуть позже. Валюта евро, что важно. Ежеквартальные наблюдения с выплатой, ежеквартальной выплатой купонного дохода, купона. Базовые активы выбраны на основе рыночной экспертизы. Срок 3 года. 3 года это максимальный срок, потому что нота отзывная, скорее всего, она будет закрыта досрочно, как все основные отзывные ноты. Итак, срок 3 года. Валюта евро. Минимальная сумма инвестирования 10 тысяч евро. Площадка оформления. Фондовый рынок глобал. Это для тех, у кого есть брокерские счета. На глобальном рынке это оформляется. То есть на международном фондовом рынке. Базовые активы. Intel Corporation. Это американская компания. Deer & Company. Это тоже американская компания. Moet Hennessy Louis Vuitton. Это европейская компания. Французы. Лакшери сектор. Unilever. Ну, компания зарегистрирована в Голландии. Международная, естественно. Sinclair Broadcast Group. Американская компания. Expedia & Company. Это тоже американская компания. Ну, это позволяет получать доход при позитивной или негативной, умеренно негативной динамике базовых активов. Но об этом чуть позже. Потенциально, возможно, досрочное автоматическое погашение каждые 3 месяца. Но об этом тоже позже. Условная защита 50%. Позже скажу сейчас. Выплата купонов. Ежеквартально выплачивается купон. Из расчета 10-11% годовых. Я уже сказал, что 11%. Ежеквартально. Это значит четверть этого купона выплачивается. То есть 2,75% от суммы вложения. То есть если сумма вложения 10 тысяч евро, то 275 евро ежеквартально вам будут выплачиваться. С условием. При выполнении условия. Условия немножечко, да, сейчас скажу. Защитный барьер 50%. Купонный барьер 65%. Барьер отзыва 100% и падает на 2% в квартал. Ну, я уже говорил о структурных нотах. Что это такое? Смотрите, если базовые активы, акции всех, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если акции всех шести компаний выросли выше, чем барьер отзыва. Барьер отзыва даже не выросли, если находятся выше, чем барьер отзыва на дату наблюдения. Если они выше, все, так сказать, все компании выше, чем барьер отзыва. То срабатывает барьер отзыва, то есть выплачивается очередной купонный доход. И нота закрывается, то есть все деньги поступают вам на счет плюс купонный доход. Первая нота, которую я открыл, это была нота на столелитейной компании. Она закрылась в первый же период наблюдения и дала 15% годовых. Вот сейчас у меня другая нота открыта. Вот здесь нота в евро. Еще раз, 275 евро получаете. Если хотя бы одна акция находится ниже, чем барьер отзыва, то нота продолжается, вы получаете до следующих еще три месяца. Вот, следующие три месяца прошли. Смотрим, барьер падает на 2%. Если все акции, всех компаний находятся на уровне не ниже, чем 98% от начальной цены, от цены начала наблюдений, то если они ниже находятся этого барьера, то выплачивается купонный доход. Вот, если хотя бы, ну, если все акции вышли выше, чем 98% от начальной стоимости, то закрывается и, соответственно, выплачивается 275 долларов евро плюс 10 тысяч евро. Вот. Купонный доход не будет выплачиваться, если хотя бы одна акция опустилась ниже, чем 65% от первоначальной стоимости. То есть упала на 35%. Это купонный барьер. Если на период следующего наблюдения она вошла назад, вот в этот диапазон, то, соответственно, с эффектом памяти, то есть если она в следующее наблюдение вошла, то выплачивается купон за два периода. Предыдущий, который был не выплачен, потому что она ушла, опустилась на 35% и следующий. Но на 35% акции опускаются, ну, я вам скажу, крайне редко, потому что, ну, западные акции, вот, и таких крупных компаний. Это должен быть кризис серьезный. Вот. Защитный барьер. Что такое? Если мы дотянули до конца срока, и нота по каким-то причинам не закрылась досрочно, она автоотзывная. То есть, вот, если все шесть компаний не вышли за барьер отзыва за все три года, то есть, ну, каждый вот квартал наблюдаем, и все шесть компаний, ну, не дали рост, даже не дали рост, не вышли за барьер отзыва, то, соответственно, риск, максимальный риск, который существует, это через три года. Нота закрывается автоматически, она имеет срок, и в этот момент, если какая-то из акций находится ниже защитного барьера, то есть ниже, чем 50% от начальной стоимости, то мы получаем акции, то есть, все вложения получаем в виде акций вот этой неудачной компании. Intel Corporation должна упасть в два раза, Deer & Company должна упасть в два раза, Moet Hennessy должна упасть в два раза, чтобы мы, сказать, потерпели убытки, Unilever должна упасть в два раза, я уже смеюсь, вот, Sinclair Broadcast Group должна упасть в два раза, и Expedia должна упасть в два раза, то есть, хотя бы одна из этих компаний должна упасть в два раза, чтобы мы понесли убытки. Если не упадет, то мы получаем, если она не упадет более чем на 35%, то мы стабильно получаем свои деньги, и в конце, через три года мы получаем все свои деньги, 10 тысяч евро, плюс последняя купонная выплата. Вот таким образом. Триггеры роста. Что такое компания? Давайте оценим перспективы каждой из этих компаний. Компания Intel Corporation недавно расширила свой портфель, начав производить специализированные чипы для применения в сферах искусственного интеллекта, машинного зрения, интеллектуальной обработки видео. Intel начала трансформацию из компании бизнеса ПК в сторону бизнеса данных. И, по нашему мнению, Intel обладает наиболее глубокой экспертизой и наиболее мощными ресурсами среди конкурентов для закрепления лидерства в новых направлениях. Что такое Intel? Но, если вы видели когда-то персональные компьютеры, то на многих из этих компьютеров стоит наклеечка Intel Insight или Intel. Вот у меня в данный момент, я снимаю видео, здесь написано Intel Core i5, седьмое поколение. То есть, корпорация Intel производит процессоры для компьютеров, но сейчас она трансформируется, и кроме процессоров для компьютеров, делает процессоры для обработки больших объемов данных. Это американская компания. Крупнейшая. Одна из крупнейших. И самые лучшие процессоры, это самые лучшие компьютеры, вы знаете, Intel Insight. Intel. Следующая компания, D-Rand Company. Самая мощная в США дилерская сетью, так сказать, обладает. Это сельскохозяйственная техника и техника для производства лесозаготовок и так далее. Это мощнейшие, значит, трактора, там какие-то специальная техника. И в Северной Америке начинается цикл обновления сельскохозяйственного оборудования, который длится обычно около четырех лет. Он только начинается. Книга заказов компании вышла на исторические пиковые уровни, то есть компания перегружена заказами буквально. И компания расширяется. Я живу в Калужской области, ну, на границе с Московской. И здесь вот у нас построен завод D-Rand Company. Американский. То есть сельскохозяйственная техника, она у нас есть. Мы регулярно видим эти трактора, эти комбайны. D-Rand Company. Следующая компания Moet Hennessy и Louis Vuitton. Сегмент лакшери обладает устойчивостью к цикличным потрясениям глобальной экономики. То есть, когда в экономике все хорошо, люди зарабатывают много денег, они покупают люксовые вещи. Когда в экономике становится все плохо, люди уходят в кэш и покупают брендовые вещи. Вот в чем дело. После сделки по покупке бренда Dior, компания сосредоточится на развитии уже имеющихся брендов. То есть, ну, компания, ну, известная, Moet Hennessy и Louis Vuitton. Компания Unilever. Но это вообще глобальнейшая компания. Более тысячи узнаваемых брендов является одним из лидеров в сегменте товаров повседневного спроса. Мы никуда не денемся. Мы покупаем продукцию этой компании всегда с логотипом Unilever. Если вы зайдете в свою ванну, то вы наверняка почти найдете продукцию компании Unilever. Или на кухню. То есть, там все есть. Expedia. Глобальная туристическая индустрия показывает стабильно положительную динамику из года в год. Конкурентные преимущества позволяют Expedia реализовать потенциал растущего сегмента онлайн-услуг и занять долю порядка 7,5-8,5% рынка к 2021 году. Это по оценке экспертов. Expedia очень хорошая компания. И дальше здесь более подробное описание динамики Intel Corporation. Смотрим. Посмотрите. Ну вот. Расходы на неокр. Нет. Динамика выручки. Вот смотрите. Вот Intel. Вот AMD. Основной конкурент. Тем, кто заинтересуется, я готов скинуть на почту, на электронную, вот эту презентацию. Deer & Company. Тоже самый обзор. Структура выручки, структура операционной прибыли. Обоснование. Квартальная выручка. Книга заказов. Зависимость между денежными поступлениями фермеров в США и их капитальными вложениями в оборудование. Ну, то есть, экономический анализ. Луи Виттон моет Хеннесси. Вот какие бренды входят сюда. Я в этом не очень сильно понимаю, но вот вы сможете посмотреть более подробно, если интересуетесь этим. это люксовые вещи. Доход растет. Юни Левер. Британская и нидерландская компания один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. Да, крупнейшая компания. Вот Юни Левер. Логотип выглядит вот так. Я его немножечко растянул, похоже. Вот. Но но вы его наверняка увидите в своей ванне просто вот или на кухне. Изделие вот с таким небольшим логотипчиком. Вот. Ну, мыло дав, например, да. Что тут еще? Компания сейчас скупила несколько наших брендов, которые здесь не обозначены. Это черный жемчуг, насколько я понимаю. Принадлежит сейчас компания Юни Левер, что-то еще. Компания очень сильно развивается в сторону вот развивающихся стран. И в том числе в России несколько фабрик она скупила, несколько брендов скупила. очень достаточно большие капиталовложения сделала в расширении производства. И поэтому ожидается увеличение стоимости акций компании. Синклер Бродкаст Групп. Американская телекоммуникационная компания. Крупнейший крупнейший оператор телевизионных передающих центров США. И компания недавно хотела купить оператора кабельных сетей с одной стороны, но не поддержала эту сделку комиссия по конкурентной политике. То есть аналог нашей фаз. Вот. И поэтому у компании Синклер сейчас сохранились, то есть она аккумулировала огромные денежные средства для того, чтобы купить вот эту кабельную сеть. Я не помню какую. Вот. сейчас огромный кэш. Компания может инвестировать его куда угодно. Это очень здорово. Ну и Expedia. Игрок номер два на мировом рынке. Номер два на мировом рынке онлайн услуг для туристических и деловых путешествий. Компания предоставляет диверсифицированный пакет решений по онлайн бронированию отелей. Это 60% от выручки. Онлайн бронирование отелей. Ну и жилья соответственно. Продажа авиабилетов и краткосрочная аренда частного жилья. Ну то есть то чем я обычно занимаюсь. То есть я когда мы ездим путешествия мы через онлайн сервисы резервируем себе жилье там на одну-две ночи. Рекламные услуги а также сервисы по аренде автомобилей продажи круизных туров и прочие услуги. Агрегированная платформа продаж Expedia включает в себя порядка 200 веб-сайтов с предложениями услуг от 350 тысяч отелей 550 авиакомпаний и так далее. Ключевые платформы это Hotels.com Orbit.com Travel.city Expedia.com HomeAway и Trivago и Trivago некоторые из этих платформ у нас достаточно хорошо известны Hotels.com Trivago Expedia.com Orbitz по-моему тоже достаточно активно используется и дальше опять же экономический анализ то есть собственно говоря все компании достаточно мощные нет никаких признаков того что они должны упасть в два раза очень хорошие перспективы и вот здесь вот ограничение ответственности смотрите расчеты производились 9 октября 2018 года это ориентировочные расчеты цена была в этот момент 66.41 рублей за доллар непонятно зачем потому что у нас евро здесь акции Intel Corporation 47.03 доллара за акцию это как бы то что будет приниматься за 100% сейчас эти цены немножечко скорректированы будут на момент открытия ноты ну примерно так акции Deer вот фиксируются они там вот на такой цене это 100% от того относительно чего идут расчеты то есть вот и от этого пляшут все соответственно условия автоотзыва то есть вот если все акции выросли например вот все все акции выросли относительно вот этой цены то соответственно нота закрывается если они даже не выросли а находятся все акции всех компаний находятся выше чем барьер отзыва то нота закрывается выше чем барьер отзыва который вы помните там 100% и понижается каждый период наблюдения что это значит это значит что ну в последний период наблюдения барьер отзыва будет смотрите сколько всего кварталов в одном году один год это 4 квартала то есть каждый год отзывной барьер понижается на 8% и в последний третий последний самый период наблюдения он будет уже в районе смотрите 3х4 12 12 умножить на 2 24 100 минус 24 это будет 76% от первоначальной стоимости то есть если все акции находятся ну там на предпоследний там 74% выше чем 74% от начальной стоимости то нота автоматически закрывается с выплатой это самый благоприятный сценарий на самом деле то есть самый благоприятный сценарий это когда акции не растут они болтаются где-то на месте то есть акции хотя бы одной компании не растут сильно а немножечко они опускаются и и в конце концов значит в последний момент они они тоже в этом периоде диапазоне находятся от 75 до 74 процентов ну это до 50 процентов то есть диапазон на момент закрытия совсем совсем узенький но почти наверняка за 3 года они вырастут просто они выйдут из диапазона и скорее всего нота закроется если не будет глобального экономического кризиса вот поэтому вот так 3 года в течение 3 лет акции не должны расти и тогда мы получаем доход то есть акции не должны расти сильно но вот вот так поэтому доход я считаю что будет почти наверняка и поэтому очень хорошая штука очень хороший инструмент в евро очень редко можно найти инструменты в евро в основном они в долларах и в прошлом видео я рассказывал о том что там безусловный купонный доход я в этом немножечко ошибся потому что я перепутал это с другой нотой безусловный доход купонный будет на ноты золото отбывающих компаний и об этой ноте я расскажу буквально в следующем видео здесь вы видите что купон условный 50% вернее 75% условия от стартовой цены и так еще раз если вы найдете меня ну там мой email пришлете мне письмо с запросом о том что я хочу вот это описание этой ноты я вам его без проблем пришлю на email вот вы наверняка видели мой email где-то но я его в описании размещу да прямо сейчас вы его видите вот соответственно очень хороший инструмент рекомендую 11% годовых в евро очень хорошо на сегодня все с вами был Демитков Юрий спасибо спасибо